Продолжение следует... Спасибо, спасибо, вижу, что все слышно отлично. Очень много было у нас регистрации, поэтому решили чуть-чуть подождать, но зато за это время я надеюсь, что вы выучили вот этот слайд, который здесь у нас представлен. Мероприятие посвящено у нас набору на магистрскую U-программу высшей школы экономики, соответственно, на специальности направления «Новатика». Ну и, соответственно, здесь вся необходимая информация, вы ее видите. Значит, соответственно, я сейчас вместо этого слайда загружу свою презентацию, и мы начнем. Ага, ну, собственно, и начинаем. Значит, меня зовут Дмитрий Огнев, я старший преподаватель кафедры менеджмента инноваций высшей школы экономики. Основное рабочее место у меня, соответственно, компания «Текора». Мы специализируемся на работе с идеями, инициативами, предложениями сотрудников. Вот, и какое-то время назад мы очень сильно озадачились темой генерации идей, генерации нестандартных решений, потому что стали мы сталкиваться с тем, что можно придумать любую классную идею, суперскую просто, новый продукт, новую услугу, но потом, чем более крутая у вас идея, тем большее количество вторичных задач вы будете получать. Особенно, если мы говорим про корпорации. Вы что-то придумали, надо изменить бюджет, надо набрать людей, надо изменить маркетинговые материалы, надо, 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 надо. И вот так вот постепенно рождается корпоративный инновационный саботаж. Вот, люди меняться не хотят, им проще придумать, а почему бы им ничего не делать. Вот, стали мы сильно задумываться, а что же с этим делать, и постепенно стали выходить на определенные алгоритмы. Вот, и стали их делать, в корпорациях обкатывать, вот, и вот эти вот вторичные инновационные задачи решать. То есть, что-то крутое мы придумали, ну, а дальше, значит, мы это все решаем. Вот, сам я, кроме этого, сертифицированный специалист ТРИС, теория решений изобретательских задач, очень-очень рекомендую от себя, вот. И, соответственно, элементы ТРИСа мы также вот в этой методологии используем. Ну, и хватит о себе, значит, ближе к делу, идем к текущей теме нашей. Первое, что хотел бы показать, в 2018 году был на конференции, увидел такую картинку, очень сильно удивился. В компании Amazon 1330 бизнес-экспериментов каждый день. Это не в год, не в месяц, это каждый день. Как с такими конкурентами нам жить-то дальше, да? Значит, как? Надо уметь придумывать технологично. Иногда хорошая идея, сильно продуманная на старте, она равна 100 вот таким вот мелким бизнес-экспериментам. Поэтому генерить идеи нужно, можно, крайне желательно. Это вообще элемент конкурентной борьбы, я бы даже сказал, в текущий момент времени. Вот. И мы еще делаем международную конференцию про корпоративные инновации, уже лет 8. Вот. И в прошлом году впервые мы решили сделать трек про корпоративное решательство. Решательство. Значит, с прицелом на то, что в компании должны быть люди, которые умеют системно решать, которые знают алгоритм и это все используют. Вот. Решательство не как в 90-е, да, там ложь, шантаж и насилие, а именно решательство с точки зрения интеллекта. Ну и, соответственно, в прошлом году вдруг в Гарвард Бизнес Ревью выходит статья, оказывается, мы такие не одни, даже в компании Bayer, а фармацевтика это с точки зрения инноватики, одна из самых сложных областей. Там, оказывается, есть свои инструменты, есть быстрые сессии, как быстро решать конкретные задачи. У меня есть проблема, я не охую-аху, я беру алгоритм, делаю раз, делаю два, делаю три. Вот про подобный алгоритм я вам расскажу, как искать сильные решения. Чуть-чуть из-за такта еще начнем, значит, есть два подхода в инноватике. Они часто борются, вот откуда берется хорошая идея. Часто, значит, есть одна стратегия, она называется market pool, есть какая-то потребность, я ищу решение. Это стратегия номер один. А есть стратегия номер два, я что-то придумал, я самый умный, я великий химик, я новую молекулу какую-то придумал, ну, или какое-то улучшение станка, допустим. Вот, я бегаю по рынку радостный такой, значит, и говорю, возьмите у меня, вот здесь возьмите, может быть, сюда это подойдет. Это вот такое вот проталкивание. Это стратегия два. Как считаете, что лучше? Ответьте в чатик, один или два. От ситуации зависит. Все в этом мире от ситуации зависит. Баланс, поровну, нет, поровну нельзя. Два. У картинки можно менять, да, 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 она такая, она очень странная картинка, чтобы всех совсем запутать. Эта картинка должна всех запутать, вот. Но я словами вам сказал, что один это у нас, значит, одна, вот вторая. Смотрите, вот такая ситуация в этом мире, когда мы четко знаем, что нам надо для рынка. Когда есть какая-то проблема, когда есть какая-то печаль, когда есть какая-то боль. Значит, 96% успеха, средний срок внедрения два года. То есть хорошая идея, она должна отталкиваться от проблемы, от потребности. Да, можно быть там Стивом Джобсом, можно быть Гейтсом, там, либо еще там кем-то, вот. Но этих людей, мы их все знаем, там, они уместятся на всех пальцах двух рук. Вот, соответственно, хорошая идея, она смотрит на проблему. Это очень важно. Люди отдают вам деньги в обмен на решение своих проблем. Где идеи обычно вводятся? Ну, либо есть какая-то боль, опять же, либо я знаю, у кого есть боль. Но тут у нас часто есть шоры, есть иллюзии определенные. Каждый мнится себя стратегом, видя бой со стороны. Мне кажется, что у людей есть боль, а придумаю-ка я что-то, как ее решить. Это не факт, что я правильно понимаю ситуацию, чтобы все будет нормально. Либо я улучшатор. Это вот первый простейший подход, откуда идеи берутся. Второй вариант, очень простой тоже технологический. Смотрим на разные тренды, на вот диаграмму Гартнера, к примеру. Смотрим, что у нас там в будущем, что там только зарождается. Ну, и, соответственно, отсюда может что-то родиться. Но самые интересные, самые годные, самые крутые идеи рождаются вокруг того, что я хотел показать на этой картинке. На этой картинке я хотел метафорически показать вам то, что называется противоречие. Противоречие – это когда есть вот какая-то игрушка, она нужна и мальчику, и девочке. А порвать ее пополам – ну, это компромиссный вариант. Тогда мальчик играет с ножками, а девочка играет с ручками. Вроде каждому есть с чем играть, но что-то все-таки не то, да, получается в этой ситуации. Да, вот оно – противоречие. У противоречия есть такая метафора – одно лечим, другое калечим. То есть мы что-то улучшаем, а другое что-то важное для нас ухудшается. И вот если вы видите противоречия и умеете их правильно решать, я об этом прямо отдельно расскажу про эти инструменты, вот, то вас ждет успех. Соответственно, чуть-чуть теории. Значит, есть разных типов задачи. Вот видите, верхняя, да, она простая. Есть бейсбольные биты и мяч, они вместе стоят доллар десять. Бита дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч? Ответ быстро в чатике напишите. Вот первое, что в голову приходит, прямо вот как кажется. Вот цифру, цифру в чатик. Давайте, коллеги. Черт, Александр знал. Вот, Надежда прекрасна. Вот, да, я знаю, вот те, кто отвечают правильно, они знают эту задачу. Вот, мы заменим эту задачу. Есть много задач, вот, причем нашли похожие задачи в учебниках Российской империи еще вот на вот эту ситуацию. Да, мозг нам подсказывает, что десять. Вот он хочет десять. Мозг ленивый. Значит, кто читал Каннумана, в голове у нас две системы, одна такая реактивная. Она смотрит и работает на «отвяжись». А ну-ка, а, вот, ну, вроде один и десять, один и десять. Десять ответов, все, отстаньте от меня, я иду отдыхать. Мозг – это одна из самых энергозатратных частей нашего тела и любит состояние покоя. А есть вторая часть мозга, такая вдумчивая, такая, система 2, как она называется. Вот. И, в принципе, она бы взяла и уравнение бы написала, да, x плюс y равно доллар десять, x минус y равно там доллар. Да, и тогда будет 0,05 и 1,05, да, получается. Вот. Вот верхние задачи, они формульные. С ними все понятно, как решать. Надо просто выключить эмоции и рационально, значит, их препарировать. А есть открытые задачи. Вот мы выходим на новый рынок Латинской Америки, что нам там делать, непонятно. И вроде как учебники есть, но учебники все не о том, да, как обычные статьи какие-то, но особо не помогают. Вот это открытые задачи, где часто ответ не ясен. Вот мы про вот эти самые открытые задачи. Как их решать? Вопрос, да. Ну, вот я видел вот такие методы. Видите, это специальная такая штука, одевается на палец, инструкция есть, крутишь, там, значит, что-то там происходит в организме. Вот. И можно придумать идею. Крутые консультанты часто вот всякие методы говорят, есть. Вот. Ну, это один из вариантов, симплекс-метод так называемый. Но тоже, смотрите, интересная штука. Я вот на него смотрю, вот, делай раз, найти проблему, установи факты. Ну, понятно. Проблема найти идею. Ребята, а как? Как идею-то найти? Вроде все понятно. Пункт 4. Найти идею. Ну, пошли искать идею, как только никто. Никто не сказал, как, вот, но здорово. Значит, есть вот такой метод, это Нобелевский лауреат. Он очень крутой, он по физике причем, вот. Его однажды спросили, как он вот до жизни такой дошел, что стал что-то придумывать. Он говорит, у меня алгоритм есть. Три шага. Первое. Запишите проблему. Второе. Как следует, как следует, очень как следует подумайте. Ну, и потом ответ запишите. Ну, тоже не легче нам ответа. В общем, все эти алгоритмы, они похожи на вот эту пошлую картинку. Вот. Она и в целом просто смешная. Когда мы говорим про креативность, вот, она смешная и грустная. Что часто вот шаг один, он, в принципе, понятен. Найдите проблему, структурируйте проблему, соберите данные. Ну, и без вас было ясно, что это нужно сделать. Вот. А дальше как сову нарисовать вопрос. В Советском Союзе была такая штука, называлась, но она есть сейчас, ТРИС. Теория решения запитательских задач. У меня там будет слайд, где почитать про эту тему. Значит, ТРИС основал Альтшулер в свое время. Вот. И он считал, что творчество, оно формализуемо. Что не надо сидеть и ждать у моря погоды, когда у меня будет озарение. Вот так это все сложно. Может быть придет, может быть и нет. Могут быть алгоритмы. А РИС это алгоритм решения запитательских задач. 85-й это год. Ну, и, соответственно, он и дальше развивался. Но, значит, вот еще в советское время было, в принципе, показано, опробировано, что технологично генерить идеи можно. И доказательства этому компания Samsung и многие международные компании, которые этот ТРИС подхватили и стали у себя очень-очень активно использовать. В Самсунге вы карьеру, не зная ТРИСа, не сделаете. А ТРИС это про технологию решения проблем. Вот, соответственно, значит, что нам важно? Мы хотим искать сильное решение. Что такое сильное решение? Сильное решение это вин-вин. Это когда вот та самая кукла, раздираемая мальчиком и девочкой, она есть и у мальчика, и у девочки. И все довольны. Как это сделать? Это другой вопрос. Об этом буду дальше рассказывать. И волки сыты, и овцы целы. Софт. Знаете, софт пытались под это написать. Вот, вы им не сможете пользоваться, если вы увидите с чистого листа. Вот, мы в свою очередь думаем. Вот, может быть, мы у себя там это сделаем в наших софтах. Вот, но это очень сложная задача сделать софт. Вот. Потому что очень многое связано, ну, как бы с групповой работой, с групповой динамикой, там, с подходами определенными. Вот, с неявными, нечеткими связями. Но софт можно, в принципе, сделать. Солвинг машин, по-моему, был такой проект. В Минске еще. Потом в штаты ребята переезжали. Вы можете погуглиться, но, в принципе, что-то находится. Но он очень слабо распространен, он очень сложный. Вот. Соответственно, нам надо, чтобы волки сыты, овцы целы, и пастух живой остался. Потому что часто решается это за счет пастуха, обычно, как бы, эта задача. Значит, из нашей жизни, вот что такое сильное решение? Когда стали строить первые небоскребы, высотные здания, да, двери пытались ставить обычные, как вот у нас в комнатах, да, вот как дверь в дом. Открывается дверь такая в небоскреб, а там высота огромная, лифт, вытяжки, вот, и огромный сквозняк, там стекла, значит, окна хлопают, бабушек сдувает, вот, охранники чихают. Значит, стали думать, что с этим делать. Вот компромиссное решение могло бы быть, ну, как шлюз, да, одна дверь, вторая дверь. То есть я одну дверь открыл, потом пошел дальше, открыл вторую дверь, предыдущую закрыв. Но мы-то с вами знаем, да, что в высотных зданиях сейчас, и не в особо высотных тоже, да, есть крутящиеся двери. Вот крутящиеся двери – это сильное решение. Дверь одновременно и закрыта, и открыта. Вдумайтесь, да, вот она, формула сильного решения, и нашим, и вашим. Дверь всегда должна быть закрыта, чтобы не было сквозняка, и дверь должна быть открыта, чтобы мы могли пройти. Вот это двери, которые крутятся. Это пример сильного решения. Соответственно, ТРИС, чуть-чуть о нем еще, это Генрих Саудж-Альшулер. Он ввел два основных постулата в то, что техника развивается закономерно, это можно учитывать и использовать в решении изобретательских задач, и техника развивается через устранение противоречий. Вот я на 100% и с первым, и со вторым согласен. Если вы на досуге подумаете, возьмете любой предмет, созданный человеком, а все вокруг нас, ну, кроме леса, речки, там, не знаю, неба, да, оно все, собственно, создано-то человеком, да, матом, оргтехника, телек вот у меня висит на стенке, там, шторки, там, рубашка вот на мне. Вот, соответственно, вот эти вещи, они создавались как раз, чтобы устранять определенные противоречия. Можете даже с этим поиграться, взять какой-нибудь предмет и подумать, а какое противоречие человечество хотело решить, когда эту штуку придумывало. Вот, соответственно, вот слайд у меня про то, откуда можно взять про ТРИС-информацию. Вот, ну и хватит об этом. Теперь идем, собственно, к алгоритму. Это один из вариантов, это простейший алгоритм, мы его часто называем сержантский алгоритм решения проблем. Он состоит из двух частей, у него вверху работа с проблемным полем, внизу работа, собственно, с идеями. Почему нам нужно проблемное поле? Потому что часто мы решаем последствия. То есть что-то идет не так, что-то сломалось, и мы чиним следствие, а надо бы найти первую причину. И с проблемами вообще было бы неплохо разобраться. И, как помните, да, самые сильные идеи, они вокруг хороших проблем. Вот, я на этом сильно останавливаться не буду. Вот, мы сегодня говорим про идеи. Наша задача была вообще, мы когда себе ее формулировали, мы сказали все так, что вот этот инструмент условно уровня мастера цеха. Работает завод, всех мастеров цехов надо обучить похожим вещам, и тогда, когда в цеху там идет что-то не так, да, там, значит, вместо того, чтобы останавливать работу, там компромиссные решения какие-то придумывать, мы берем методичку, делай раз, делай два, делай три, ну, и, соответственно, решение какое-то рождается, и, скорее всего, оно будет сильным. Соответственно, сначала надо разобраться, какая у нас проблема за идеей. Либо у меня уже есть какая-то идея, я стартап, я что-то придумал, да, какую проблему я решаю, задам я себе тогда вопрос. Либо я разбираюсь с проблемой. Значит, вот очень часто криво-криво формулируют проблемы. Вот у меня на предыдущем слайде был крокодил и человек в лодке. Вот ровно как здесь написано, не быть сожранным – не проблема, крокодил в воде – не проблема, трудная ситуация – не проблема. Вот большой крокодил голодный, скорее всего, меня съест, а лодка хлипкая не выдержит – вот это проблема. Мы рекомендуем проблемы формулировать, ну так вот, рабоче-крестьянски, максимально понятно, без всяких слов пафосных, эффективность там, ну и так далее. Вот, соответственно, что мы делаем с проблемой? Значит, когда мы понимаем, что у нас проблема, нам надо докопаться до сути. Мы рекомендуем методы, которые связаны с построением причинно-следственных цепочек. Это диаграмма из Шикавы, метод 5, почему используется часто в производственных системах в России, в мире, вот, и на Тойоте очень часто. То есть мы строим последовательность. У меня есть какая-то проблема, которую я хочу решить, вот почему российские стартапы не преуспевают за рубежом. Почему? Потому что у них неправильная бизнес-модель. А почему неправильная бизнес-модель? А потому что нет навыков. А почему навыков нет? А учили их как-то не об этом? А почему учили не об этом? Потому что те, кто учат, в этом не разбираются. Ну и так далее. Пять раз вы сейчас спрашиваете, почему? После этого пересматривайте вашу проблему. Можете остаться при своих. Можете сказать, ага, выявил я то, что нет у них предпринимательских навыков. И будем мы не про российские стартапы, а именно про предпринимательские навыки. Ну, среда не та. Знаете, Грефа, ну, можно слушать, он очень умный. Интересно было бы слушать Грефа, если бы он руководил каким-нибудь региональным банком из третьей сотни, где было бы ресурсов в сто, там, в тысячу раз меньше. И вот тогда бы все эти разговоры, значит, они были бы интересны в квадрате. А так, да, интересно. К русским, да, предвзятые отношения. Даже люди с чемоданами денег, им очень сложно проинвестировать в стартапы. Да, там есть определенные нюансы, да, есть предвзятые отношения. Программистов наших любят, допустим. Вот, то есть тут очень много нюансов. Это просто пример, смотрите, это просто пример. Вот. Теперь, что любим мы? Значит, пять, почему хорошо, есть понятие причинно-следственного анализа. Это более серьезная вещь, чем пять, почему, и чуть более глубокая, чем диаграмма Ишикава. Объясняем мы ее обычно на вот этом старинном стишке про гвоздь и подкова. Не было гвоздя, подкова пропала, не было подкова, лошадь захромала. Ну, читайте дальше сами, да. В финале все плохо. Строим мы вот такую вот картинку, причинно-следственный анализ. У нас есть какая-то беда и печаль. Враг вступает в город, пленных не щадя. Это называется часто нежелательным эффектом. Почему армия разбежалась? Почему армия разбежалась? Потому что конница разбита. Почему конница разбита? Командира убили. А командир-то как так? Лошадь подвела командира. Ну и так далее. Вот ваш причинно-следственный анализ. А это не все. Причинно-следственный анализ может быть и вниз, и вверх. Вглубь и наружу. Вот когда мы идем как бы вглубь, да, вот сейчас у меня будет еще один пример. Мы берем объект и копаемся в нем. Вот город, вот армия, как бы это вглубь. А наружу враг вступает в город. Почему? Потому что мы не подписали вовремя межправительственное соглашение о том, что как бы мы с соседями дружим. А почему мы его не подписали? А потому что министр обороны у нас какой-то не такой. А почему министр обороны у нас не такой? Мы идем вверх. Вот видите, от города мы выше, выше, выше. То есть мы сферу расширяем. И можно еще идти по плоскости. Вот. И в принципе хорошие аналитики, они несколько дней могут упражняться с этим причинно-следственным анализом. Строите наружу и вглубь. Если вы строите вглубь, вы можете найти первую причину. Если вы строите наружу, вы можете найти альтернативное решение. Чтобы враг не вступал в город, вам нужен сильный министр обороны, к примеру. Либо выдать дочку короля за сына самой-самой сильной державы соседа, допустим. И не надо думать про город. Пример очень простой, чтобы было более понятно. Это хрестоматийный пример из Триза про несчастного мальчика Евсея. Вот, что-то не как новый. Никто не сделает, всем лень, значит, все рассказывают на Евсеях. У Евсея двойки, Евсей двоечник. Если мы смотрим вниз, мы копаемся в Евсеи. Почему? Невнимательно слушает объяснение. Почему? У него с вниманием что-то не так и с волей. Почему? У него что-то в мозгу не то, да? Почему? А потому что электроны, видите, мы вглубь Евсея до электронов. А наружу, да? Евсей двоечник. Почему? Учительница неинтересно рассказывает. Почему? Потому что она там не умеет детей заинтересовывать. Почему? Потому что вузы таких готовят. Почему система образования? Видите, вот вниз и вверх получается анализ. В финале, когда вы определяетесь, что у нас есть проблема, с чем мы все-таки работаем, о чем мы придумываем решение, надо обязательно записать паспорт. Большая беда вот этих решательных алгоритмов, что часто мы находимся в ловушке своей экспертности. Да, мы эксперты, мы много чего знаем. Мы одно знаем, второе, третье формулы, там ситуация у нас MBA, там еще какие-то образования. Вот. И мы проскакиваем. Многие моменты мы говорим, да все понятно. Вот что тут думать? Ну, я же сказал, в чем проблема. Заинтересованные лица? Да о чем это? Зачем мне заинтересованные лица? И так все понятно. Нет. Надо сесть и четко расписать. Ну, вот мы обычно вот эти шесть пунктов мы расписываем. Очень интересные моменты. Как поймем, что решили проблему, допустим. Евсей перестал получать двойки, или у него двоек стало 30%, допустим. Да, это разные результаты. Ограничения какие? Евсея бить нельзя, допустим. Да, и в угол нельзя ставить. Вот. И принуждать нельзя Евсея, допустим. Вот наши ограничения уже. Что пытались делать? Мы пытались бабушку к Евсею подсылать, дедушку подсылать. Да, не работает. Вот эти вещи надо расписать. И тогда мы идем в нижнюю часть. Придумывать мы начинаем. С проблемой мы кое-как разобрались. Мы сделали причинно-следственный анализ. И что важно, вот тут у меня есть еще слово субъектив. Вируем ее. То есть проблема в контексте субъекта. Всегда вот мальчик с девочкой делят игрушку, надо выбрать чью-то позицию. Вы либо за мальчика, либо за девочку. Да, вам нужен вин-вин, естественно, это сильное решение будет. Но вам надо встать на чью-то сторону. И нашим и вашим это решается обычно все изрядно вон плохо. Поэтому вы выбираете субъекта, для него делаете 5 почему, у вас есть проблема. А дальше, смотрите, такую штуку хотел показать одну. Смотрите, вот у меня картинка. Неожиданно, да? А напишите в чатике, что бы это могло быть. Вот быстро, самая первая реакция. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Дарья, это сложный вопрос, вот, анализ правильный. Это очень сложно. Это очень длинные упражнения. Вот, и вверх, и вниз он строится, и вправо, и влево. Вы поймете, когда есть определенные признаки. Вы поймете, когда внизу вы упретесь уже в то, что не решается. Вы поймете, когда у вас, он становится на всю стену в офисе, допустим. Вы поймете, когда неожиданно увидите 3-4 проблемы, о которых никогда на самом деле на старте даже не догадывались. Есть такой способ мельчить, вообще называется. То есть надо делать мелко-мелко-мелко-мелко. То есть есть, ну, как бы, верхнеуровневые причинно-следственные связи, вот, а между ними можно всовывать еще. Ваша цель не самоупоенно заниматься причинно-следственным анализом. Это можно всю жизнь, как бы, считать и рисовать эти штуки. Вот, а ваша цель все-таки решать. Вот, и вы, когда увидите, что есть за что цепляться, оставляйте вы его к чертовой матери, вот, и решайте, что увидели. Не решается, дальше решайте, еще расписывайте эти ветки. Вот, чем выше к началу вы найдете решение, тем лучше, в принципе. Вот, вы можете сразу там кучу последствий убить. Ага, смотрите, значит, зачем я показал вам эту картинку? Вот придумывать идеи новые, это тоже вот непростое дело, как показывает практика. Значит, грузовесек за стеклом. Значит, правильного ответа нет, сразу хочу вам сказать, ответов правильных нет. Что хотел показать? Перед тем, как придумывать, мозг надо чуть-чуть, чуть-чуть надо размять. Так же, как в тренажерном зале. Никакой вменяемый человек сразу под огромную штангу не лезет. Чуть-чуть размяться, побегать, попрыгать, там, что-нибудь люгенькое потягать, и только после этого под огромную большую штангу. То же самое с мозгом. Мозг надо немножко расшатать, и мозг надо вывести из состояния покоя. Поэтому обычно мы играем вот в какие-то такие игры. Перед тем, как придумывать идеи, значит, надо как-то взять и попробовать. Нам нужно абстрагироваться от ситуации еще как-то. Вот надо поиграть в какую-то, мы это называем, игры-разминки. Это один из вариантов. Вот. Так мы делаем раз пять, а то и семь. Вот в компаниях, в корпоративном секторе, значит, мы играем в разные игры. И вот мы спрашиваем аудитории, что происходит, все дают свои варианты. Мы говорим, теперь, ребята, повторяться нельзя, давайте новые варианты. Потом мы говорим, давайте еще варианты повторяться нельзя, давайте снова варианты. И только вот на пятом, седьмом разу вот вы увидите, что креатив-то тут и прет. Вот тут будут уже самые интересные версии, самые интересные гипотезы. Значит, мозг в первую очередь, он выдает как бы умственную пену такую, на отвяжись он работает, да, и поэтому что-то очевидное, да, там, какое-то фото, там, значит, козлики, да, человек заманивает покупателей. Это все первая реакция. А вот пятая, шестая, вы сами удивитесь. Поэтому крайне важно, очень рекомендуем, значит, мозг чем-то вот таким вот разогнать. Вот. Вот для этого мы это делаем, да, значит, нам надо, ну, это пошлая тема такая, да, значит, outside the box, мыслить вне коробки, helicopter view, там еще всякие штуки используются. Вот. То есть нам надо максимально, максимально, максимально абстрагироваться, попробовать. А дальше мы будем решать и придумывать. Я вам сейчас очень-очень быстро, у нас всего с вами час, ну, за час, как бы, я могу только очень быстро рассказать, чтобы вы послушали. Вот. Если у кого-то из вас есть в голове какая-то проблема, вы ее в голове держите, ну, и попробуйте просто за мной, там, как-то повторять инструменты для своей проблемы. Вот. Ну, либо потом можете после семинара попробовать. Вот. Сейчас очень быстро буду рассказывать, значит, про инструменты, которые мы считаем годными для решения. На базе причинно-следственного анализа есть очевидный такой инструмент, один, он называется оператор отрицания. Вы строите причинно-следственную цепочку. Вот она про этот несчастный город. Да, враг вступает в город, пленных не щадя. Почему? Потому что армия бежит и так далее. Дальше вы делаете следующее упражнение. Вы берете и напротив каждого элемента зеркально пишете его сне. Армия не бежит. Конница не разбита. Враг не вступает в город. Делаете вот такую вот ветку сне. А дальше вы вот что делаете. Вы себе делаете такое упражнение. Вы соединяете то, что внизу, с тем, что вверху параллельно. Видите, вот ровно как у меня на картинке. Означает это следующее. Мы говорим, что да черт с ней с армией. Пусть армия бежит, но враг в город не вступает. Вот что такое можно придумать, да? У кого есть версия, пишите. Армия разбежалась. Вот что можно такого сделать, чтобы армия разбежалась, но враг в город не вошел? Какие идеи рождаются, если так поставить вопрос? Александр, с вами вообще неинтересно. Да, это хит у нас. Хит-ответ. Мы вывешиваем огромный-огромный баннер, что ребята в городе, не то что каждый третий заразный, а каждый заразный еще тремя болезнями. Город мы сжигаем тоже обычно, да, там минируем его. Видите сразу идей сколько получается, да? И про коронавирус-то, кстати, вот про пандемию можно как-то сразу-то и не придумать. Вот цель вот этого решательства в том числе – это задавать себе неожиданные вопросы, потому что ожиданные вопросы вы себе и так, в принципе, в первую очередь-то зададите, и люди так обычно вопросы и задают. Вот. А надо по-другому посмотреть на ситуацию, по-другому себя спросить. Вот в этом ценность вот этих инструментов. А теперь мы смотрим, смотрите, и вот так мы можем на каждых уровнях играться. Конница разбита, армия не бежит. Что может быть? Тоже есть варианты. Командир убит, конница не разбита. Эту задачу военные решили. У военных, в принципе, все понятно. Если командира убили, то следующие по званию автоматом становятся командиром. Если их несколько, то кто первую руку поднял. Вот. И вот так вот вы гуляете по этим уровням и набрасываете идеи. Вот с того момента, как у нас начался алгоритм, сейчас я чуть-чуть к нему еще вернусь, да, вот он у нас, да, у нас есть нижняя часть. Вот как только мы перешли на второй вот этот вот блок, вот здесь вот у нас, вверху у нас это проблемная зона, мы работаем с проблемным полем, внизу у нас решательная зона, мы с идеями уже работаем, да. Вы начинаете копить идеи. Не надо сразу браться за первую попавшуюся. Ну нет, ну вдруг она, конечно, прекрасная, и вы поняли, что решили все сразу. Ну отлично. Не тратьте время, прорабатывайте ее. Если вас что-то не устраивает, вы работаете на копилку идей. Вы используете разные инструменты по очереди, вот, и порождаете копилку идей. Вот у вас есть такая идея, такая идея. Применяйте следующий инструмент. Еще пять идей откуда-то появляется. Вот. Следующий элемент. Тоже очень такой интересный. Идеальный конечный результат. Это вещь у нас из ТРИЗа. Очень просто. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас все было, ничего нам за это не было. Наши сани едут сами. Вот она метафора идеального конечного результата. Как бы нам так сделать, чтобы функции не было, а результат функции был? Вот какой нормальный человек придумывает вообще такую постановку вопроса, да, вот если, значит, мы заранее об этих инструментах не знаем. Видите, в подтверждение своих слов, да, гениальный конструктор Кошкин, танк Т-34, там, чудо техники условно, на тот момент времени и по простоте, и по результативности, и по эффективности, и по всему остальному. Он уже эти вещи формулировал. Видите, как здорово? Лучшая деталь танка та, которой нет, а функция ее выполняется. Это вот идеальный конечный результат. А как? Как так сделать, да? Было бы здорово, да. Значит, что значит оно само, оно без меня? Есть три варианта. Что-то это сделает за меня, некий ресурс, объект это сделает сам, тот объект, который обрабатывается, да. Клиент сам отдает мне деньги, я вообще никому ничего не должен, я вообще никому ничего не говорю, без рекламы, без всего, а деньги ко мне как-то капают, да. Объект сам расстается с деньгами. Вот. Ну и функция становится не нужна, но это обычно, если какие-то рудименты выявляются, вот мы на этом остановиться не будем. Вот. Самый распространенный вариант, это когда мы находим какой-то ресурс. Ресурс этот часто называется х-элементом, и формулировка звучит так. Х-элемент некий, некий ресурс, который есть рядом с нами, сам борется с нежелательным эффектом, при этом он свою функцию полезную все равно выполняет. Значит, соответственно, вот у нас есть город, вот что у нас есть рядом с городом, да, у нас стена есть. Стена сама не пускает врага, при этом остается стеной. Ну, понятно, огромные стены, нет дверей, там, значит, и еще что-то, да. Вот у нас что рядом есть? У нас лес есть рядом, а в лесу есть звери и птицы. А как бы так нам сделать, чтобы птицы, звери, значит, сами с врагом-то боролись? Да, вот видите, я ставлю себе какие-то задачи неожиданные совсем. Вот. Часто это решается перебором ресурсов. Обычно правило такое, у вас есть понятие оперативной зоны, это где случается нежелательный эффект. Вот вы молотком забиваете гвоздь, гвоздь гнется. Вот первая зона, да, это вот сам гвоздь и, наверное, та поверхность, в которую вы ее вбиваете. И вы смотрите, что у вас есть там. Гвоздь, молоток, шляпка, понятно. Что-то мало каких-то ресурсов. Расширяете этот ореол, да. Рука появилась, там, не знаю, что еще там, там может быть-то рядом, да. Значит, вбиваем, если в стену, значит, есть штукатурка, там какая-то кирпич, там под этой штукатуркой. Вот. Ну и дальше, дальше, дальше вы вот эту штуку, значит, расширяете. Поясню еще на примере. Видите, вот. Идеальный, конечно, результат. Цветы поливают себя сами. Как? Мы находим какой-то ресурс, да, там сбоку есть там какая-то банка с водой, ну и все, и вперед. Мне больше всего вот этот вот пример нравится, на нем все становится очень-очень понятно и просто. Это трубопровод, значит, но пример, он из Латинской Америки, то есть там чуть-чуть другая природа. Соответственно, трубопровод, газ, если в трубопроводе утечка, надо понять, а где же, собственно, утечка. И понятно, что есть на разных участках датчики давления, в принципе, можно понять приблизительно, где там какой-то неадекватный перепад, вот туда бригада выезжает, но это все долго, там, значит, на каждый метр датчик не поставить. Что же делать? Ну вот в Латинской Америке решение нашли отлично, слева у меня птица гриф нарисован, казалось бы, гриф и утечки в трубопроводе, как связаны? Очень просто они связаны. Гриф для нас ресурс. Вот стали люди думать, а что у нас есть, да, а как нам трубопровод сам покажет, что в нем какая-то дырка, да, и утечка? Все верно, да, значит, грифы, они падальщики, и придумали в газ добавлять вещество, которое не влияет на свойства, но запах, 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 ну, такой сероводородный. Ну и, соответственно, что мы получили? Грифы сами показывают нам, где утечка. Как только где-то утечка, грифы слетаются на запах. Соответственно, надо просто видеть там, следить за этими грифами, они сами покажут с точностью до сантиметров, наверное, даже там, ну, метров, да, где у нас утечка. Ну, круто, круто же, да. Наши сани едут сами, грифы вместо нас, а мы сидим и отдыхаем, вот, нам же хорошо. Вот это, это про идеальный, конечно, результат, про халяву. В Российской империи огромное количество таких примеров, вот, обычно показывают вот этот пример, значит, он про сваи. Когда-то очень давно мельницы стояли на воде, на сваях из лиственниц, вот, а потом мельницы стали паровые, из воды их убрали, и, значит, сваи в воде остались. А речное судоходство, это вещь хорошая, дешевая, эффективная, но сваи мешают, надо их убрать. Как убрать? Ну, по легенде, пошли в Российскую Академию наук, потому что проблема государственного масштаба. Академия наук сказала, ну, я думаю, что вы догадаетесь, что они сказали, надо много-много денег, много-много времени. Мы, конечно, решим. Когда? Ну, не знаем, это творческая задача, это же надо, ну, надо разбираться, да. Вот, в общем, объявили что-то типа конкурса, такого негласного, решил крестьянин эту задачу, дали ему несколько тысяч рублей, опять же, судя по легенде. Ну, ну, дальше догадываетесь, да, что мы ставим себе так вопрос, да, что оно само должно очиститься, что это мы тут будем? Можно, конечно, бобров призвать, там, да, значит, у нас где-то есть бобры какие-то могучие, вот, еще какие-нибудь варианты есть, крестьяне, которые почему-то могут вытащить эти бревна. Вот, крестьянин придумал вот такой вариант, видите, очень все просто. Дожидаемся зимы, перевязываем все эти бревна, и когда придет весна, будет ледоход, оно все само себя утащит без нас. В общем, это идеальный конечный результат. Как бы нам так сделать, чтобы оно все делалось без нашего участия? Ищем самый, самый простой вариант, ищем вот этот самый X-элемент, перебираем все ресурсы, которые у нас есть справа, слева вокруг нас, вот, и пытаемся решить. Следующее. Есть группа методов абстрагирования. Значит, мы в плену наших иллюзий, мы в плену экспертного мнения, мы в плену ситуации, мы зашорены, черт возьми, это нормально как бы, но жизнь такая. Поэтому иногда мы сидим, решаем, решаем, и не решается. Крайне важный, важный навык уметь уйти куда-то в абстракцию. Есть такой метод сказки, допустим. Вот, вы берете и проецируете вашу ситуацию в какую-то сказку, в любую, в красную шапочку, хоть в Гарри Поттера. Вот, вам главное уйти куда-то, где нет вот этого вот обычного, где вы в плену, вот, ну, Вася пробовал, не получилось, у нас есть законодательство Российской Федерации, стартапы за рубежом наши не любят, Греф сказал, что ничего не выйдет. Вот, а мы уходим в сказку, где у всех все получается. Начинаем думать, а что же там есть такое, что нам может, как бы, все решить. Вот, это первый вариант. Второй вариант, мы его называем метод скруджа, то есть, вы берете и представляете, что у вас есть все ресурсы этого мира, у вас просто печатный станок в соседней комнате, если нужно, то Владимир Владимирович лично пропиарит ваш стартап и скажет на Западе никого его не трогать, да, значит, китайцы наши друзья и будут покупать у вас все, что вы им скажете, да, ну, то есть, вот так вот берете и конкретно начинаете решать, как будто у вас есть все. И когда вы придумаете определенные решения, вот такие, вы уже будете думать, как их заземлить, у вас появится противоречие, что решение-то вы придумали классное, но оно не сработает, потому что, вот мы когда это делаем в банках, там очень крутые элементы вылезают, вот, надо раздавать всем кредитные карты, как можно больше кредитных карт в массы, ну, и карты вообще. Да у меня пять карт ваших есть, мне шестая не нужна. Вот, а как бы так сделать? А вот если Герман Оскарич Греф лично будет вручать карточку каждому, в это время будет летать за окном дирижабль с плакатом Дмитрий Владимирович, наконец-то теперь у вас есть пятая карточка Сбербанка, ну, может быть, я пятую карточку заведу, да? Вот, видите, я нафантазировал, но мы понимаем, что Герман Оскарич Греф, как бы, вот он не придет к каждому человеку, а вот оно противоречие, что Герман Оскарич должен всем вручать карточки, и не должен, как бы нам так сделать? Ну и тут двойники появляются, звонок по телефону заранее записанный, то есть какая-то индивидуализация, да, значит, но чуть более простая, то есть мы включаем фантазию, потом ее заземляем. Еще есть такие вещи под названием, ЕМ под названием синектика, вот, вы просто ищете похожую ситуацию, вот наши друзья, одни решатели решали когда-то задачу для одного из банков, вот, и говорят, намаялись мы с банкирами, они живут вот, вот в своем вот этом вот мире, мы им говорим, давайте придумаем что-нибудь, они говорят, а у нас есть инструкция центрального банка, ребята, ну давайте что-нибудь еще, ну у нас есть вот это, а может так нет, а может так нет, а может так нет, и они думали, думали, сказали, а давайте мы какой-нибудь аналог все-таки придумаем, вот, и вместо банка они придумали аналог беременной рыбы, они его назвали, мне очень понравилось, и они говорят, а теперь, товарищи банкир, решаем такую ситуацию, что вы все рыболовы, вы ловите рыбу, причем обычным способом, не браконьерским, у вас траулер в сети, вот, но к вам в сети попадается беременная рыба, а Росприрод, там чего-то там, рыба дали надзор, он за это карает, отбирает лицензии, штрафуют, вот как так, ловить как можно больше рыбы, и не ловить беременную, и тут банкиры начали все это решать, 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 уже тут нет центробанка, нет стандартной ситуации, вот, очень хорошо нарешали, это решение потом было внедрено, потом оно переводится в текущую, ну, как бы ситуацию, вот, и внедряется, это метод абстрагирования, дальше, противоречия, о которых я говорил, смотрите, по-хорошему, на это тратится, конечно, там сильно много часов, дней, там, чтобы в этом разобраться, потренироваться, вот, но у нас сегодня же такая учебная, как бы, чай, да, вот, по этому голубам расскажу, те, кто к нам приходит учиться на магистровскую программу, мы с ними детально разбираем, вот, соответственно, есть у человека ценности определенные, вот, у меня есть какая-то ценность, эта ценность реализуется через что-то, вот, у меня есть ценность, квартира должна быть чистая, убираю я пылесосом, да, вот, у меня есть пылесос, и все, что связано с уборкой, да, вот, отсюда это начинает раскручиваться, и мы говорим, что у меня есть какой-то элемент системы, пылесос, допустим, да, и я хочу, чтобы вот мне было удобно в каждом дальнем углу ненапряжно убираться, роботы-пылесосы не рассматриваем сейчас, просто такой олдскульный пылесос, у которого вот эта вот огромная всасывающая трубка, да, ну, и, соответственно, я себе говорю, что хотелось бы там, не наклоняясь, а как-то вот я стою, вот, и в дальний угол легко дотягиваюсь, вот, это ценность, это комфорт при уборке, да, и тогда вот эта вот трубка, она должна обладать свойством определенным, да, элемент системы, где есть уборка, пылесос, я, значит, я беру вот эту трубку всасывательную пылесос и говорю, да, будь ты длинной, и мне будет счастье, отлично, но потом я думаю, если она будет длинной, мне хранить ее неудобно, и вот у меня есть еще одна ценность, что пылесос должен быть компактным, чтобы мне было удобно его хранить, и вот эта ценность у меня рушится, тогда я говорю себе, да, будь ты эта трубка всасывающая короткой, тогда с ценностью 2 все в порядке, я смогу хранить пылесос, ну тогда мне будет неудобно убираться в дальних углах, вот видите, одно лечим, другое калечим, вот мы выходим на противоречие, а сделаю-ка я длинную, но хранить неудобно, пусть будет короткое, тогда убирать неудобно, вот оно противоречие, да, еще один пример, вот у меня есть ценность, хочу быть здоровым, поддерживать форму, что я буду делать, да, вот у меня есть там я сам, там что-то я делаю, я тренируюсь, допустим, да, хорошо, какое свойство у меня у тренировки должно быть, чтобы я был максимально могучий, здоровый, как бы, ну все знают, что она должна быть длительная, да, что все рассказывают, что там 40 минут там обязательно, вот, не меньше, вот, значит, а что же с этим делать-то, значит, да, много чего есть в мире пылесосов, на самом деле, вы рассматриваете его как пример, просто, чтобы просто противоречия сложно объяснять, вот, а в этом мире столько всего есть, значит, тренировка должна быть длинная, но, ребята, времени у меня нет на ваши тренировки, вот эти вот фитнес-инструкторы, вот, уйдите куда-нибудь, да, у меня вот есть свободное время, это часа два в день, да, там с ребенком хотелось бы, там на футбол посмотрите, тут час там на спорт ваш тратить, да, длительная тренировка плохо влияет на мое личное время, пусть будет она так, короткая, а тогда я форму, не смогу нормально поддерживать, вот у меня противоречие, вот такая штука называется техническое противоречие, оно техническое, да, вот я его сформулировал, тренировка должна быть длинной, чтобы я поддерживал нормально форму, значит, но тогда у меня будет меньше личного времени, и должна быть короткой, тогда у меня будет много личного времени, но будет проблема с формой, вот если вы задумаетесь, да, вот видите, к примеру, вот окно, да, вот, как окно появилось в мире, да, вот сидел древний человек, у него было жилище, окон, наверное, не было, вот как оно появилось, скорее всего, человеку нужно было, чтобы там, чтобы видеть кого-то за стеной, не знаю, чтобы был приток свежего воздуха, но если дыра в стене будет, свежий воздух будет, но ко мне медведь залезет, либо враг там залезет, да, комары налетят, допустим, вот, вот так вот человек сидит и думает, что я, что оно и прозрачно должно быть там, то есть вот мне какая-то стена нужна, и не стена, вот, и вот так вот раз, и вот я уже понимаю, что мне нужно что-то там, в стене открывающееся, ну, и вот так вот оно и выходит на окна, а, соответственно, в Тризе есть определенный подход, как решать эти противоречия, напомню, да, что мы вот таким образом строим, значит, мы сперва определяем ценность, у нас есть что-то ценное для нас, мы берем какой-то элемент, используя который, мы эту ценность ого-го как усилим, улучшим, углубим там и сделаем прям вообще суперской, потом что-то, если ничего не страдает, берите и делайте, но именно в этом смысл противоречия, да, что у мобильного нам нужна большая емкость зарядки, но тогда он будет большого размера, а при этом нам надо, чтобы мобильный был не очень большой, но тогда заряда хватит ненадолго, да, вот, вот это об этом как раз, то есть делай раз ценность, делай два, за счет чего будем влиять, меняем свойства, понимаем, что калечим, и получаем антисвойства. В Тризе, в классическом, значит, есть 40 способов устранения технических противоречий, это легко ищется в интернете, значит, есть 40 приемов даже, как их можно устранять, вот, значит, чем меньше номер приема порядковый, то есть 1, 2, 3, 4, тем более они востребованы в жизни. По легенде, Генрих Саулч-Альдшуллер, прежде чем выйти на Триз, проанализировал с коллегами несколько десятков тысяч патентов, несколько десятков, вот, он хотел найти закономерности, как люди придумывают, и вот эти вот приемы устранения технических противоречий, это следствие вот этого анализа. Соответственно, значит, можете просто ознакомиться, тут очень интересные вещи встречаются, ну, и апофеоз, есть такая матрица, значит, вот у вас в столбцах, значит, что вы лечите, значит, а в строках, что вы лечите, а в столбцах, что калечите, и находите несколько способов, как вы можете решить, соответственно, это самое противоречие. Есть следующий подход, значит, от технического противоречия, вы можете перейти к физическому противоречию. Что это значит? Мы говорим, что вот у меня есть элемент системы, тренировка, она должна быть одновременно. Я к одному элементу говорю, что к черту компромиссы, я хочу, чтобы тренировка одновременно была и короткая, потому что времени у меня немного остается после работы, и полезная для поддержания формы. Ну, ответ знаете, да? Ответ известен. Высокоинтенсивные, всякие тренировки, да, значит, табата, есть такая штука, протокол табата, да, значит, вы за 10 минут ухайдокаетесь так, с таким эффектом, как за 45 там в зале. Вот, соответственно, вот он ответ, да, что два в одном получается. Электросимуляция, мышц тоже, да, такая тема интересная. Времени вообще не трачу, да, значит, могу работать и становиться краше. Соответственно, да, вот она моя, собственно, тренировка, видите, она должна быть одновременно и длительная, и короткая, да, ну, соответственно, вот один из ответов, это высокоинтенсивные нагрузки. Значит, а, есть еще вариант, есть же шутки такие, как проводят совещания в планке, да, все в планку встали и начинают совещаться, да, ну, тоже комбо будет, как бы, это все об этом как раз, это вот про наше решательство. Как можно решать вот эти вот физические противоречия? Есть основные способы. Вариант первый. Противоречия решаются в структуре. Корабль у меня должен быть широким, потому что я хочу на палубе, чтобы у меня много чего вмещалось, и при этом он должен быть узким, потому что я хочу, чтобы он плавал, он быстро. Вот, а как мне это решить, да, вот я к одному и тому же объекту, я предъявляю два свойства. Вот, видите, вот тон авианосец, да, никаких компромиссов, нижняя часть узкая, чтобы быстро плавать, верхняя часть широкая, чтобы как можно больше самолетов. В структуре. Дальше, решение во времени. Может быть. Это Александрийский маяк. Когда-то там стояла задача следующая. Значит, у древних считалось так, что тот, кто свое имя высечет на объекте, который будет стоять долго и уйдет в века, имя того тоже уйдет в века, и человек тоже уйдет в века. Поэтому, естественно, правитель хотел, чтобы на маяке было высечено его имя, а у архитектора была другая задача. Архитектор хотел, чтобы там его имя было. Вот сидит архитектор, у него противоречие. Там вроде как имя-то должно быть его, чтобы идти в вечность, а с другой стороны должно быть имя предводителя, значит, правителя, чтобы не убили архитектора-то нашего, чтобы не казнили его. Что делать? Варианты, что делать? Можно было бы в структуре решать, кстати, но это тоже такое решение половинчатое бы было. Решение во времени. Видите, здесь даже подсказка есть. Здесь есть подсказка, если у кого-то какая-то гипотеза есть, быстро вводить, у нас уже время к концу подходит. Но я минут на пять чуть-чуть дольше там еще расскажу. Вот. То, что чуть-чуть позже начали. Архитектор в фундаменте. Ну, Валентин все правильно написал, на самом деле так и сделали. То есть, вот прямо на самом строении выбили имя архитектора. Он сделал свое имя. Вот. Его заштукатурил маленечко. И на штукатурке имя правителя. Ну, соответственно, через какое-то время штукатурка неминуемо осыпалась. Вот. И все узнали про этого архитектора. Видите, во времени. Сегодня правитель, завтра буду я. Через какое-то время. Еще раз. Вот эта тема решательства, придумывания, изобретательства, она часто строится вокруг задавания себе неожиданных вопросов. Вот эти все инструменты, а не про то, как себя спросить как-то вот так вот неожиданно. И то, что мне нравится больше всего, я вот эту штуку люблю. Мы ее используем в бизнесе. Вот. Очень часто. Вот. Ее рекомендуем для маркетинга, для всяких вещей нетехнических в отношениях. Что значит? Вот. К примеру, я живу где-то за городом. У меня загородный дом. И место у меня не очень удачное. У меня там, допустим, очень много гопников ходят за забором. И вот я думаю, что мне с ними делать? Ну, мне же как-то вот и опасаюсь, да, у меня там семья, дети. И мне нужна злая собака, чтобы распугивать нежелательных гостей. А у меня аллергия на шерсть. У всей семьи. И мне не нужна злая собака, потому что все будут болеть и чихать. У меня собака должна быть, значит, у меня есть безопасность. Да, для безопасности у меня собака должна быть, чтобы безопасность. И собаки не должно быть, потому что шерсть. В отношениях это что значит? Для меня объекта нет, а для вас объект есть. Либо наоборот. Это то, что приведено на картинке, это имитатор собачьего лая. Для человека с другой стороны забора на улице собака есть и ужаснейшим образом лает. При этом есть еще определенные датчики движения, то есть она может лаять там в нужный момент, может лаять по сигналу. А для меня собаки нет. И аллергии никакой нет. Вот это очень-очень интересный момент. Бесшерстная порода собаки, да, кошка называется, да, там какая-то страшная сфинкс. Вот. Ну, можно, конечно, да, и собаку вывести, но это компромиссное решение. Вот бесшерстная порода собаки, да, там либо брить собаку каждый вечер, вот, это все компромиссное решение. А сильное решение, видите, нашим и вашим, да, у меня ее нет, а для них она есть. Вот. Это третий вариант решения отношений, физических, решения противоречий физических. То есть у нас есть технические, их можно решать таблицей, где есть способы решения, есть физические, их можно решать вот этими тремя способами. Ну, и еще на закуску несколько инструментов неожиданных, значит, часто мы используем вот такой подход, он называется «Обратить вред в пользу». Значит, что хотел сказать этим слайдом. Вот, если кто застал, когда кетчуп был в бутылках, вот, вот, в похожих на вот эту, да, значит, в стеклянных бутылках, проблема была, да, что надо сначала сделать так, чтобы он оттуда вытекал и как-то вот и грязным бы не остался, да, ну и в конце как-то он очень плохо тоже вытекал, значит, вот, но это вот, это вред, да, вот эта бутылка, вот с ней неудобно, значит, вы должны понять то, что является для вас вредным, есть какое-то вредное, отвратительное какое-то качество. А дальше думать, как вы это в пользу обращаете. Вот компания-производитель кетчупов запустила рекламную кампанию в то время, что в нашей бутылке так много томатов, так много кетчупа, что они не хотят оттуда вылезать, вот, ну хорошо же сделали, обыграли свои минусы, да, вот столько вам туда набили добра, да, что-то добро еще надо, конечно, потрудиться. Нет, ну можем, конечно, меньше добра, тогда все легче будет, но мы же вас, потребители, любим, как бы, вот об этом, да. Слева поезд. Когда-то очень давно, когда только появились первые скоростные поезда на длинное расстояние, значит, все равно они ехали долго, там, 4-5 часов. Вот. Что здесь плохого? Это время, конечно, очень-очень долго ехать, людям было непривычно, некомфортно, время, время, очень-очень долго. Как это длительное время в пользу обратить? В то время компания, которая осуществляла эти перевозки, они сделали очень просто, они стали людям наливать, вот. Значит, билеты стоили дорого, и, в принципе, вино вполне можно было себе позволить. А когда человек в хорошей компании едет, немного злоупотребляет алкоголем, значит, в меру, ну, или не в меру, вот, то время по-другому тянется, уже компания интересна, уже там что-то обсуждается, и потом люди даже и расходиться часто-то не хотят, вот, и продолжать собираются, в общем, вот мы это длительное время, мы его сделали полезным, и люди уже не боятся ездить, интересно им ездить, это как приключение даже получается. Видите, мы ищем то, что он как бы плохое, да, это как в советском кино про приключения Шурика, тот, кто нам мешает, тот нам поможет, да, когда невесту надо было красть, вот, ровно об этом, ищем самое-самое вредное, думаем, как нам его использовать. Вот. У тех, кто занимается бизнесами, ну, как бы предпринимательскими, что-то типа кофеен, там, не знаю, доставок, там, значит, и прочих каких-то простых вещей, таких, какие-то бытовые услуги, сервис уборок, вот, там есть даже стратагема такая, она использует качество парикмахеров, вот, мне оно лично не очень нравится, они очень разговорчивые, приходишь стричься, вот, и все узнаешь, значит, и что там по телеку они видели, что в мире происходит, ну, вот, это люди, которые часто много говорят, да, значит, может, это и хорошо, вот, но мне не очень нравится, значит, это вред там некий, как это в пользу использовать, да, открываете кафе, первым делом накормите парикмахеров, бесплатно, окрестных, они потом всем расскажут о том, какие вы крутые, здесь вдруг открылись, да, открыли фото отелье, да, сфотографируйте всех окрестных, парикмахеров, они будут всем показывать эти фотки, и все будут к вам идти дальше, да, вот видите, вот мы ищем что-то вредное, его можно в пользу обращать, вот, дальше у меня есть еще ряд инструментов, ну, ладно, я на них уже время особо тратить не буду, мы и так тут уже, сейчас за тайминг выходим, вот, коллеги, за сим, значит, я возвращаюсь к алгоритму, в общем, когда вы поняли, что у вас есть проблема, мы еще рекомендуем поиски, еще сделать, потому что часто, так же, как все украдено, до нас, так же и придумано, до нас очень часто, да, кто-то мог решить, потом вы применяете вот эти инструменты один за одним, пополняете копилку ваших идей, вот, ну и дальше с этой копилкой работаете, то есть можно идеи отдельно чининговать, их можно комбинировать, есть такой подход, Scamper называется, это аббревиатура из семи инструментов разных, или восьми, семь, да, вот, там есть групповые инструменты, идеи разные можно объединять, можно чининговать, в финале у вас есть некий шорт-лист, идеи уже, значит, вы их приоритизируете определенным способом, ну и вперед, у вас есть какая-то идея, надо ее делать, а после этого ваша идея встречается с теми же самыми вторичными задачами, и вы все это можете повторять итерационно, вот, ну, собственно, что хотел вам рассказать, напоминаю, что наша сегодняшняя встреча, это не просто так, про поговорить, вот, она связана с тем, что в высшей школе экономики, значит, на кафедре менеджмента инноваций идет компания, связанная с набором учащихся в магистратуру, вот, еще раз я вам вот этот вот слайд открываю, вот, там есть все контакты, все координаты, вот, соответственно, я в магистратуре читаю один из основных курсов, связанных с построением и развитием инновационно-активной организации, мы разбираемся как раз вот про то, как правильно выстраивать процессы, как системно подходить к работе с инновациями, вот, ну, и, соответственно, а, вот у нас есть какие-то вопросы, да, список литературы, повторим, запись, я не знаю, это к организаторам вопрос, а, Давид, добрый вечер, вот, вам точно покажем, значит, запись, вот, ну, соответственно, все, коллеги, спасибо за внимание, с банкирами и рыбой, но это отдельно, это мы рассказываем уже там, в других обычных ситуациях, очень красивое было решение, прям очень-очень красивое, вот, коллеги, а у меня еще просьба, вот, кто все-таки приходил на нашу с вами встречу, с прицелом на магистрскую программу, плюсик поставьте, интересно просто, а то я вам сейчас все рассказывал, вот, кто, кто пришел с интересом, ой, а тут и наши выпускники тоже засветились, да, ух ты, спасибо, прям столько плюсов, все, все, лектору приятно, вот, значит, все было не напрасно, хорошо, коллеги, спасибо еще раз за внимание, надеюсь, что было что-то интересное, полезное, что вы сможете взять с собой, и использовать, это все дело в жизни, в быту это все можно использовать, вот, ну, и надеюсь, что с кем-то из вас мы встретимся, дальше уже на магистратуре, будем обсуждать серьезные вещи, про инновации, вот, но эту тему тоже затронем, все, спасибо, до свидания. До свидания.